привет всем сегодня я улетаю мой самолет буквально через 10 часов и я снимаю видео перед отлетом я хочу показать как я подготовила коллекцию к своему отъезду уезжаю я надолго больше чем на месяц прилечу только в конце июня то есть весь июнь я проведу в англии у дочери она как раз меня очень ждет и вот мы решили провести месяц я решила провести месяц у нее в гостях у меня еще не закончился семестр я буду продолжать работать онлайн и жить у дочери и наслаждаться обществом ее семьи а муж остается вот с моими орхидеями с нашими собаками я использую систему стикеров зеленый стикер говорит о том что в растение нужно влить воды из-под крана теплой воды из-под крана раз в неделю количество воды определяется объемом горшка согласно объему я должна была определенное количество стаканчиков стаканчик я взяла от утюга вы знаете в утюг вливают воду вот такой стаканчик пластиковая взяла и стаканчиками определила сколько нужно вливать по моим расчетам чтобы растение хотя бы не погибли и не были залиты нужен один стаканчик в неделю на пол литровый горшок да знаю это мало тем более летом шару у нас уже начинается жара вы знаете мне главное чтобы растение не погибли а если я даю до волю поливать сколько хочет мой муж ну вы знаете тут могут быть и проблемы мне главное чтобы растение не погибли так зеленый стикер это тем растением которым просто нужно влить воды стаканчик воды из расчета на пол литровый горшок но тут вот вы мы видим уже и большие горшки значит они получат больше стаканчиков водички фаленопсис у меня стоит в пластиковом таком подносе в который можно будет наливать воду тут маленькие котлейки которые тоже должны будут поливать получать воду в поднос тут у меня долоса выдала 3 цветоноса она в этом году собралась вести второй раз она цвела зимой и вот летом в прошлом году летний рост у нее не процвет а вот в этом году она решила меня порадовать два раза она способна если это здоровое взрослое растение она способна цвести два раза в год тут у меня фаленопсисы в контейнере стоят то есть тоже воду нужно будет поливать в контейнер мой bangkok sunset тоже будет получать водичку по принципу раз в неделю из-под крана стаканчик воды и тут я показываю спреер потому что у меня есть еще и желтые стикеры желтый стикер будет означать что нужно пробрызгать субстрат из вот этого не как раз спреера в спреер я добавила фильтрованную воду с небольшим количеством удобрений ну конечно когда вода закончится муж добавит просто фильтрованную воду будет будет поливать просто фильтрованной водой без удобрения а сейчас пока там есть удобрение но уж я так сама приготовила а там уже будет просто фильтрованная вода опять же повторю речь идет не идет о том чтобы прям вот поливать поливать так как надо а речь идет о том чтобы сохранить коллекцию в мое отсутствие да кстати про мелькнули фиалочки я обязательно покажу видео про выставку фиалок которая у нас прошла в марте и я там купила очень красивые сорта фиалок очень красивый мой адене в этом году было глухает башмачкам я прошу наливать только фильтрованную воду и здесь как раз показано это желтый стикер это пробрызгивать и спреера вот это вот и розовый стикер значит просто доливать фильтрованную воду вот так вот я как-то распределила фаленопсиса у меня все в контейнерах стоят куда нужно будет просто доливать воду из-под крана на подоконнике стоит макселярия танифолия новые побеги тенгеанума которые мне недавно подарили салогина они будут получать фильтрованную воду но и внесены медленные удобрения то есть они будут удобряться медленными удобрениями о и вечно цветущий даймонд black diamond а здесь стоят это желтый стики разначают их будут пробрызгивать и эти растения будут пробрызгивать водичкой вот эти растения будут получать опрыскивание каждые три дня на подоконнике котлейки и будут просто поливать из-под крана раз в неделю доливать им воды соусеры а вот этим самые любимые для мужа растения коричневый стикер не поливать вот эти растения не нужно поливать он готов тебя их всего 2 до всего 2 а вот этим нужно будет воду в соусер наливать просто из-под крана им удобрения уже внесены эти катасетом уже хорошо развили рост и можно поливать хотя я бы еще и подождала но тут такая ситуация меня дома не будет значит я прошу начать их поливать тот стоит уже манериара которая отрастила псевдобульбу она обычно летом цветет вот она будет водичку поливать просто из-под крана удобрения у нее внесены тут моя любимая лекаста который тоже будет поле получать воду из-под крана а это герань вы знаете историю когда у нас уже наступали заморозки у меня у входной двери был вазон с геранью и мне так было жалко что прям вот вот ударит заморозки и герань пропадет я отломила крошечный кусочек с тремя листиками и вот выросло такое огромное растение которое имеет огромное количество цветоносов сохранилась растение за зиму она развелось очень сильно и обильно обильно цветет постоянно тут вот все котлейки будут получать воду в соусер и впитывать воду мои шалерянки тоже не забытый тоже зеленый стикер у них фаленопсисы гибридные там вот давиана стоит маленькая на подоконнике ближе к стеклу у нас солнечный прекрасный день ну в англии тоже хорошая погода это мой мельтониопсис который с вирусом он выдал 4 цветоноса у него три роста и 4 цветоноса тоже будет получать воду в соусер по принципу зеленого стикера и давайте заглянем в горшок фрэнсис фокс хоть у нее у нее и два вируса она вон новый рост развивает очень такой хороший уверенный и тут вот эти растения все вирусные они будут получать воду просто из-под кранов соусер удобрения у них уже внесены а вот этот красавец зацвел хоть он из вируса но он такой красивый этот дендробиум без названия очень красивый просто чудесный и тут еще стоят мои новые биби как новые но я поделила свой огромнейший куст получил 6 деленок 1 деленка была уже продана а вот эти пять одна из которых моя стоят на южном окне подвешен мой данракалом с розовым стикером значит он будет получать просто фильтрованную воду а бибишки будут получать воду из-под крана теплой воды а это я показываю деленки я отделила от моих растений деленки и вот они были без корней без новых ростов они уже дали новые росты ты что-то не показала толком но новые росты у них уже пошли вот так я закрепляла их в пластиковых горшках а это я приготовила вот эту палку от швабры муж будет вешать на нее на эту палку растений поливать тут вот мой прекрасный фаленопсис у него уникальный стикер у него фиолетовый стикер а у меня с таким стикером только два растения то есть их нужно будет погружением полить раз в десять дней но тут еще голиандр вон пустилась в рост бифринария они будут получать воду просто в соусе вот как-то так и сейчас я покажу как я перед отъездом поливаю своих блочников а вот такие установила блочники тут и не только блочники как я поливаю те растения которые обычно поливаются из душа вот как-то так ставлю в ванну и проливаю очень очень хорошо где-то полторы-две минуты из душа проливаю и все это напитывается водичкой раз в три дня достаточно ну можно иногда в сильную жару и почаще раз в два дня а это я оставила список на холодильнике прикрепила что-то я магнита не смогла найти наверное их потеряла во время переезда прикрепила список какой стикер что нужно делать и так далее даже по числам объяснила когда лучше поливать плюс минус один день коричневый не поливать ни в коем случае он говорит ну как же лена но может быть хоть чуть-чуть нет не надо ничего поливать они еще не нуждаются воде ну что ж пожелайте мне счастливой дороги а так вы будете смотреть когда я уже давно буду в англии тем не менее желаю вам прекрасного времяпрепровождения скоро лето надеюсь что вы тоже уедете в отпуск и хорошо проведете время здоровье вам и здоровье ваше растение